Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет, живу я на севере Свердловской области в маленьком городе Волчанске и стройняю с веса 115 килограмм и постройнела уже больше чем на 20 килограмм. На моем канале вы найдете много всего интересного и рецепты с подсчетом КБЖУ, многие из которых я придумываю сама и снимаю свои тарелочки и свой сад-огород, а еще я вяжу ирландским кружевом, паю. В общем, кому понравятся мои ролики, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. 3 июля, так, то что у нас, воскресенье. Ну что, мои дорогие, всем еще раз доброе воскресное утречко. Вот, видели мое взвешивание, да? Вот смотрите, какие-то скачки. Пятница, это что получается, сейчас вспомню, 93,800, суббота 93,200, воскресенье 92,800. Это что, за 2 дня 2 килограмма, но, ой, что я говорю, за 2 дня килограмм, килограмм за 2 дня, но я, конечно, понимаю, это не может уйти, вею все это жир, вот уже ускакали циферки, вот это мой завтрак, сейчас расскажу. Смотрел ли кто вчера, это, кто уже посмотрел, вернее, мой предыдущий ролик, буду говорить предыдущий, потому что у меня так, я немножко комбинирую. Вот, значит, наша вчерашняя гулянка по лесу на полдня, как мы искали грибы и все такое прочее. Посмотрите, там, ну, на мой взгляд, много всякого интересненького, вот, то есть это и движение, при том, что вечером, как я сказала, да, мы устали под первые грибочки, мы с мужем по 100 грамм, потом я еще и кофе варила, мы пили кофе с черешней и с горьким черным шоколадом. В общем, получается, что у меня был чатмил, да, как я уже тоже рассказывала, что я сейчас даже не позволяю себе сладостей, я имею в виду в виде там конфет, шоколадок, зефирок, потому что, знаете, летом мне сладостей хватает вот в ягодках, во фруктах, там черешня, нектарины, что там еще пойдет, виноград, вот. Но это предпочтительнее в первой половине дня. Я уже сходила на огород, да, первым делом, когда я встаю, я сначала и не завтракаю, я сразу бегу, проверяю, потому что, потому что вчера у нас было по 30, а сегодня у нас опять 12 градусов. Ну вот вы представляете, такие перепады, вечером было очень тепло, мы даже теплицы не закрыли, ну сегодня муж рано встал, ушел картошку окучивать и закрыл по одной дверке, оставил только срединные дверки, потому что опять дождик моросит, ночью, видимо, дождь пошел, вот, а я сразу, значит, пошла, сняла вот еще три огурчика, немножко ягодки. Это такой сорт, наш уральский, не знаю, мы ее так называем, наша уральская, она не очень крупная, но она сладкая и первая спеет, первая из всех, вот. А цветочки кабачков, знаете, куда я их сняла и куда я их добавляю? Сейчас я их добавляю в салат, как вот тоже добавляю листья салата. Очень-очень вкусно, я не знаю, говорят, их как-то можно фаршировать, но они очень-очень нежненькие, я сейчас их уберу тоже в холодильник, потому что такой салат я делаю в основном на ужин. Огурчики, помидорчики, всякие листья салата, вся своя зелень с огорода, вот, и добавляю туда же лепесточки кабачков, и они очень-очень вкусненькие, не нравятся, мне нравится, вот. Так, ну и мой завтрак, это два кусочка пиццы и кусочек моего классного, обалденного пирога. Все тоже уже рецептики есть на канале. Тесто дрожжевое ставлю сама, а это замороженная ягодка с прошлого года, клубника, малина, ой, ну, в общем, вкуснятина. Но, вы знаете, да, кто-то скажет, ой, как много, да, завтрак у меня по калориям самый калорийный прием пищи. А, как говорится, чем дальше, тем у меня калорийность еды уменьшается. Ну, не факт, конечно, что вот я так положила, я съем, может быть, я съем один кусочек пиццы и один кусочек пирога. Вот, как-то так. Всем приятного аппетита, кто кушает. Да, по поводу сладкого начала говорить. В общем, я решила так, что-то шоколадное или зефирное я буду позволять себе один или два дня в неделю. Это у меня, скорее всего, суббота и пятница. Ну, вот в этот раз у меня была только пятница, наоборот, суббота, вчерашний день. У нас была шоколадочка Риттер Спорт, черный шоколад с орехами. Вот это сочетание мое самое любимое. Это шоколад с орехами. А зефир, вы знаете, у меня как-то уже нет. Вот после ягодок, после черешни мне как-то сладостей хватает. Да, это тоже глюкоза, но это глюкоза, фруктоза. И согласитесь, что фрукты и ягоды в несколько раз менее калорийны, чем тот же шоколад или зефир. Но немножечко я все-таки себе позволяю с кофейком, как я уже сказала, один или два раза в неделю. Да, мои дорогие, пиццы я съела только один кусочек, не переживайте. Ну, конечно, ну куда мне столько? Знаете, когда просыпаешься голодная, что-то так себе на тарелочку, но когда кушаешь, кушаю я всегда медленно, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Значит, что? Хочу показать. Весь рецепт снимать не буду. Рецептов, как я пеку хлеб, у меня на канале уже несколько. Я использую муку пшеничную, ржаную, цельнозерновую, немножечко льняной добавляю и отруби. И получается у меня обалденный, вкусный хлебушек. Вот. Давно хотела показать. Посмотрите, какой кошмар у нас пекут в Карпинске. Карпинский хлеб когда-то был один из самых лучших. А сейчас, я не знаю, они каким-то образом из старого хлеба умудряются делать. Ну вот, ну это просто, у меня слов нет. Посмотрите, что они творят. Творят. Не буду ругаться. Но это кошмар. Конечно, мы можем купить и краснотуринский, и сировский хлебушек черный. Их неплохой. Но, как я уже говорю, у нас сегодня холодно и дождь. В огороде делать особо нечего. Поэтому побалую я своих мальчишек. Моим обалденно вкусным хлебушком. Потому что это, знаете, когда я пеку такой хлеб, как они говорят, и пирогов не надо. Когда он еще теплый. Да с молочком. В общем, как я уже сказала, рецепты на канале есть. Подробно снимать не буду. В общем, делаю я такой симбиоз. Классный-классный хлебушек. А это, да, кошмар. В общем, который мои земляки, они, наверное, меня поймут. А вот и мой обед. Это я сварила грибничку. Со вчерашними грибочками. Да, у нас как раз было и на пожарить, и на грибничку сварить. Вот такая красота. Ну, вы знаете, мои дорогие, сейчас время 4 часа. Ну, потому что не все бывает по плану. Потому что я поехала к свекровушке. Ой, она меня там накормила тоже кое-чем. Немножко, то есть это было, сейчас скажу, это было в час дня. Да. Ну, я поела там капельку. И это был, и не обед, не это, как перекус, можно сказать. Вот. Ну, сейчас вот я уже проголодалась. А до грибнички я еще поела фруктиков. Это так парит, потому что горяченькое. Я съела одну нектаринку и немножко винограда. Все. А еще грибницу я обязательно люблю есть со сметанкой. Сейчас положу ложечку сметаны. Всем приятного аппетита, кто кушает. А вот и готов мой хлебушек. Посмотрите, какой он классный получается. А какой он вкусный. А какой ароматный. Вот у меня две булочки. Примерно вот так вот получается. По 650 граммчиков. Вот такой вот хлебушек. Ну, и скажите мне, ну, вот какой нормальный человек удержится, чтобы не отрезать горбушечку. Еще тепленькую. Посолить и съесть с молочком. Нет, я нормальный человек. И я, ну, никак не удержусь. Вот уже и не знаю, мои дорогие, снимать ли ужин. Потому что на ужин летом я всегда делаю такой салатик. Все свое, кроме помидорка. Помидорки еще из магазина. Свои еще не покраснели. Огурчики, укроп, зеленый лук, цветы кабачка. И разные салаты. Это у меня тут три вида салата разного. И петрушечка еще. Вот. Здесь у меня примаринованный ясь. Большой такой. Это нам с мужем как раз по кусочку. Приправками и посолила. И обжарю. Так. Пюре у нас еще есть. И есть у меня еще делала салат из свеклы с чесноком. Вот такой у нас будет классный ужин. Всего понемножку. Салатик я такой люблю заправлять нашим классненьким майонезом. Совсем немножечко. Не знаю. Нам так больше нравится. Муж не любит со сметаной. Ну, а я для себя не хочу делать отдельно. Потому что я делаю нам на двоих. Вот такой салатик получился. Я буду хвостик рыбки. Пюре я не буду. И буду я немножко еще с салатика со свеклой. Все. Всем приятного аппетита. Кто кушает. Как же хорошо просыпаться рано утром. Сейчас пол восьмого утра. Я отвезла мужа на работу. Сейчас покажу пиончики. Пиончики. У нас холодно. Пока плюс десять. Один день жара постоит. Ох, какой ветерок. Да. Вроде обещают, обещают. Вот-вот будет тепло. Вот-вот будет тепло. Ага. Вон там он. Клубничка краснеет. Я ее уже посмотрела. Но она с той стороны. У нее еще белый хвостик. Белый кончик. Вот так вот у меня растут огурчики. Огурчики, помидорчики. Помидоры вроде бы вчера нужно было поливать. Но было так холодно, что поливать не стали. Еще потерпят. Вчера я сняла. Опа-на. Чего это листочек лянет? Вот это плохо. Вот это плохо. Это может быть фузариозное увядание. Как-то в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом. Не помню в каком. Вот уже не помню в прошлом или в позапрошлом. У меня что-то заболели огурчики. Прям так вяли-вяли-вяли. И вот куда вот этот листик уже. Да. Плохой признак. Ну, конечно, в теплице садим. Тут я уже отщипнула. Накапливаются и болячки. И все. Поэтому я развожу фитоспорин. Здесь уже от клеща брызгала. Паучиный клещ тоже наш бич. Так. Сейчас посмотрим. Как говорится, огурчики наливаются ночью. Этот можно уже снять. Потому что здесь вон их уже тоже сколько. Вот. Выходит солнышко. Наверное, сейчас открою по одной дверке. Днем сегодня обещали до 18 градусов. Какая радость. Здесь тоже. Сейчас хорошо проверю. Вот этот уже самый высокий. Под крышу уже залез. Помидорки тоже практически везде уже есть на всех костиков. Ну, конечно, они еще зеленые. В томатах на листиках часто тоже бывают вот такие вот желтые пятнышки на кончиках. Я их тоже уже попрыскала фитоспорином. Ничего себе ветер. Аж теплицу шатает. Да. Ветра. Сейчас стал прям бич какой-то. Тоже везде есть помидорчики. Уже на всех веточках почти. Скоро буду макушки прищипывать. Макушки прищипываю где-то ближе к середине июля. Как вот рука дотягивается. То есть тянется вот так вот же вверх на вытянутую руку. Тянется. Все. Значит, пора прищипывать. Помидорки в основном у меня все высокорослые. Где там они? Да везде уже. Уже на каждой почти везде есть. Некоторые сорта в этом году я посадила. Первый раз буду за ними смотреть, как они себя будут вести. Ах, какой красавчик. Благовест. Посмотрите. Ровненький. Красивенький. Да так их много. Хороший сорт. Но в основном все-таки он... Не знаю. Я больше люблю тонкокожие розовые. Крупные. Это вот мои любимчики. Благовест красненький. Здесь тоже, смотрите, сколько их. Сколько помидорчиков. Вот. Тоже. Вот это тоже, тоже. Они высокие. Вон они. Вон они какие уже. Вымахали. Ну и перчики тогда уж тоже сниму. Перчики тоже. Тоже вон. Почти везде уже есть. Перчики. Не знаю. Кто-то любит срывать уже зеленые перчики. А мы любим, когда они уже красные или желтенькие или оранжевые. Мы их так любим. Когда они уже не в технической спелости, а в биологической. Вот так вот у меня разрослась дынька. Есть там, есть там где-то завязи. Но будем смотреть. И вот так вот у меня тут 4 арбузика тоже уже разрослись. Не знаю. Смотрю. Лишние отводочки прищипываю. Посмотрим, где, если какой плодик начнет увеличиваться. Солнышко. То выйдет и спрячется. Перчики где-то побольше, где-то поменьше. Вот так у нас расположены теплички. Одна за одной. Там с огурчиками и помидорчиками. Баклажаны я сажать перестала. Не знаю. Они на себя все как у бяку собирают. И тлю, и паутины клещей. Не знаю. Как-то мы не очень сильно любители баклажан. Осенью, когда они... Когда они уже не очень дорогие, мы так в охоточку можем купить. Вот это вот у меня разные салатики. Здесь два вида. Там два вида. Всякая. Петрушка, укроп. Ох, ветерочек. Свекла. Морковка. Тут вечно кто-то топчется. То коты чужие забегут, нароют. Эту морковку я подсевала. Поэтому здесь она еще маленькая. Да, в этом году две астрочки меня удивили. В июне зацвели. Осенний цветок. Астры. Остальные астрочки нет еще. Поменьше. А здесь у меня царство петуньи. Да, в этом году не нарадуясь я на петуньи. Превеликое их множество. Пока. Астрологизма. Продолжение следует...